Комиссия по развалу РФ. Каким сценарием окончания войны готовятся в украинском политикуме? Какие регионы России могут стать движущей силой развала федерации? Как мобилизация влияет на желание республик РФ к самоопределению и отделению от политики страны-агрессора? Говорим об этом с народным депутатом Украины Олегом Дундой. Олег, здравствуйте. Доброе утро. Итак, 24 августа Верховная Рада приняла постановление об образовании временной специальной комиссии по вопросам подготовки государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации. Чем будет заниматься эта комиссия и какие ее цели? Ну, вы, в принципе, все описали, чем будет заниматься комиссия. То, что заложено в тех документах, которые, когда она создавалась, она подписана. Если кратко, это непосредственно контакты с малыми народами на территории империи. Это раз. Второе, это подготовка законодательных актов, таких как, например, то, что уже было правословлено в Верховной Раде, например, по Эчкерии, о признании ее оккупированной территории. Либо, например, такие акты, как признание геноцидов народов, которые сейчас находятся уже в Верховной Раде, например, по Черкесии. Таких актов и таких народов достаточно много. И на сегодняшний день Верховная Рада и законодательный орган Украины еще до сих пор не сформулировала, какое у нас будут отношения с этими народами. Как мы их будем признавать? Какие органы являются легитимными и на каких критериях и принципах? И вот это все комиссия должна отработать. В пояснительной записке к постановлению утверждается, что без демонтажа имперского характера России невозможно обеспечить украинскую и европейскую безопасность. В то же время союзники Украины опасаются рисков, которые несет развал империи, поэтому всячески предотвращают такие радикальные сценарии, по крайней мере пока. О каких рисках идет речь? Ну смотрите, по поводу комиссии. С моей точки зрения, эта комиссия должна стать одним из основных органов Верховной Рады. Потому что победа Украина без развала империи, она невозможна. То есть после этой войны должна остаться либо украинская государственность и Украина как независимое государство, либо империя. Других вариантов нет. Соответственно, эта комиссия должна наработать те правила и те критерии и те инструменты, каким образом это должно развиваться. Относительно Российской империи существует очень много мифов. Это и миф о том, что она всегда существовала, существует и будет существовать. Это и мифы о ядерном оружии. Это и мифы об ее экономической состоятельности. Вот то, что вы сказали о том, что Запад боится развала России, это еще один миф. Нет, у них нет такого страха совершенно. Там есть несколько другое. Я последние полтора года общаюсь с многими представителями правительственных кругов и кабинетов в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне. И, как правило, часто мы обсуждаем сценарий распада России, как это возможно, как это может быть и с экспертными кругами в том числе. Так вот, до марша Пригожина не было страха ядерного оружия, было не вея в том, что эта Россия распадется. Потому что большинство экспертных кругов, на которые смотрят политики, они за десятилетия привыкли, что Россия существует. Они привыкли к тому, что они на этом зарабатывают большие деньги на советах и координации, каким образом сосуществовать с этим не до империи, каким образом строить с ней политику. И это есть такой вот конформист, я бы это так назвал. Но после того, как разошел марш Пригожина, мне позвонили из Вашингтона, позвонили из Лондона, из Парижа конгрессмены, депутаты. И говорили о том, что ты был прав. Мы два месяца назад, когда мы обсуждали, мы в это не верили. А сейчас мы понимаем, что это может произойти. И давай-ка, наверное, готовить эти сценарии. И давай-ка, наверное, заново это обсуждать. То есть это было не то, что они боятся ядерного оружия, либо России. Нет, это просто такое себе стабильное равнышление, такое себе неверие в то, что может измениться эта территория. Вот и все. Да, но знаете, Олег, мы вот в начале нашего эфира общались со спикером добровольческой армии «Юг» Сергеем Братчуком. И говорили о регулярных обстрелах портовой инфраструктуры в Одесской области. Портовая инфраструктура в Одесской области сейчас, на данный момент, та, которая осуществляет перевоз украинского зерна, сосредоточена на берегах реки Дунай. А по Дунаю проходит в том числе граница Украины с Румынией. Так вот, президент Румынии говорил о том, что несмотря на вот эти вот бесконечные атаки ракетные по украинским портам, которые по большому счету за несколько сотен метров от Румынии находятся, по территории Румынии не прилетало ни одной российской ракеты и ни одного беспилотника. В то же время Сергей Братчук говорит о том, что украинская сторона зафиксировала падение такого беспилотника по территории Румынии. И тут возникает вопрос, если наши союзники не боятся развала России и России как таковой, то почему тогда звучат такие заявления? Почему они тогда настолько осторожны? Почему тогда не признается то, что Россия случайно ли, целенаправленно ли попала по территории государства Евросоюза, которое кроме того является членом НАТО? Западный мир, западные государства, мы в первую очередь говорим о Лондоне и Вашингтоне, мы же не говорим о Бухаресте, потому что от них мало что зависит. Это такой себе большой авианосец, который настолько огромный, что ему изменить свою траекторию достаточно тяжело. Для этого должна быть большая мотивация и большое целеполагание. Они прекрасно понимают, что, вернее так, они не то чтобы понимают, они находятся в состоянии стабильного конформизма, им тяжело перейти на военные рейсы, они понимают, что признавая удары по Румынии, например, или по Польше, мы уже это проходили в прошлом году, это фактически может привести к объявлению войны и полной смене того мира существования, того мира конформизма, того мира стабильности, в котором мы это живут. Им, как политикам, взять на себя такую ответственность, это очень тяжело. В мире политики западной очень много Чемберленов всегда и очень мало Черчилля, которые могли бы взять на себя такую ответственность. Поэтому и такие вот заявления. И второй нюанс, который есть, существует, это так называемая пятая статья Устава НАТО, о которой все постоянно говорят. Но за сколько там, за существование, за 70 лет, по-моему, 70 с копейками, кроме Ирака, никто так и не попробовал проверить ее действительность. И поверьте, ни один политик, ни один президент, ни один депутат, ни один министр на Западе не имеет желания проверить, насколько она действенна. А заявляя и признавая удары по Буховесту, возникает сразу же вопрос, что нужно проверить, насколько действенна эта пятая статья. Как думаете, в принципе, возможно, без развала России европейская и украинская безопасность, а, например, если не развал, то федерализация, но настоящая? Возможно ли федерализация в России? Да. И в результате украинская и европейская безопасность, чтобы эта федерализация не представляла угрозу ни Украине, ни другим соседям России, ни Европейскому Союзу, ни другим странам, ни всему миру в целом. Давайте аксиомы. Первое. Украинская государственность не может существовать при наличии империи на Востоке. Они не существуют, они не связаны с вещами, это не может быть мерой стабильности. Рано или поздно, даже если сейчас объявить временное перемирие, все равно это придет к войне и к последующим попыткам все-таки уничтожить украинскую государственность. А, соответственно, и давлению на Евросоюз, на так называемый большой европейский проект. Есть еще один миф о том, что можно сделать такую себе, вот если убрать вот этот режим, можно сделать федерализацию и можно сделать такую себе хорошую Россию. Насколько мы помним, эти попытки уже были в 90-х годах. Чему бы они привели, мы с вами видим. Те люди, которые об этом говорят, они забывают один большой факт. Но Россия это действительно империя. Империи федерациями не становятся. Почему? Потому что империи, в том числе и Россия, сотканы из разных территорий, которые друг к другу не имеют никакого абсолютного отношения, ничем не связаны. И держатся только на силе оружия и на деньгах. Ну вот, например, давайте пройдем по той же России. Есть такой регион, например, Санкт-Петербург, или давайте еще пойдем дальше, Кёнигсберг. Кёнигсберг и есть территория, например, Дагестан или Камчатка. Вот что их связывает? Вообще ничего. Религия разная, время, скажем так, традиции разные, элиты разные, языки абсолютно разные. В разные стороны с точки зрения геополитики они смотрят, потому что Калининград это европейский проект, Камчатка это Тихоокеанская территория. Более того, они живут в разных веках. То есть если тот же Калининград, можно сказать, что он живет конец 20-го, начало 21-го века, то, например, Якутия, вот при всем к ним хорошем уважении, Якутия, Дагестан или Бурятия, это чистые средние века, чистый феодолизм. Да, но при этом, смотрите, Олег, при этом мы на предыдущем эфире общались с главой фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова, и она говорила о том, что их фонд выступает за настоящую федерализацию Российской Федерации. Тут просто хочется понимать, насколько видение Украины будущего России совпадает с видением будущего России представителей национальных республик и малочисленных народов. Я вам скажу, приведу такой исторический пример. Возьмите 89-й год представителя Казахстана или казахов и спросите, каким, если бы его тогда спросили, каким вы видите СССР, он бы вам сказал, ну, наверное, таким, как и есть. А через три года Казахстан стал независимым государством, и нормально сейчас казаки строят свою независимость, суверенитет и свое отдельное государство, и строят союзы абсолютно не с Россией, а с той же Турцией и Китаем. Та же самая история с Бурятией. Нужно же понимать, что любые даже слова о потенциале развала России – это сразу же криминальная статья. А федерация, ну, вроде бы, как они и так, федерация условная на бумаге. Поэтому, скорее всего, конкретно этот представитель Бурятии об этом говорит. Мы знаем много других представителей Бурятии, которые понимают о том, что только суверенитет и никакой федерализации. Потому что такие маленькие территории, малонаселенные, как Бурятия, Тува, Якутия, они не имеют перспектив в федеральной структуре. Их рано или поздно центр задавит. Потому что, объясню по простой причине. Например, та же Якутия или та же Бурятия. Якутия уже де-факто может считаться в случае получения независимости абсолютно успешным государством экономически. Что-то похоже на страны Персидского залива. Бурятия потенциально по тем запасам сырья, которые находятся у нее на ее территории, тоже может занять это место. То, что она находится в упадочном состоянии, это как раз вот эта проблема отношений колонии и метрополия. Москва не имеет ничего. Ни нефти, ни газа, ни всего остального. Они экономически и логически вынуждены будут все равно, даже в рамках федерализации, давить на эти регионы и выкачивать оттуда все возможные ресурсы для того, чтобы себя содержать. Другого механизма там логически и экономически невозможно применять. Хорошо. Допустим, назревает развал России. Какие регионы могут стать лидерами, катализаторами, повести за собой в этом процессе, по-вашему? Есть, скажем так, заблуждение. Опять же, мы с вами сегодня говорим в основном о мифах. Есть заблуждение о том, что... Это в том числе у представителей нашей комиссии о том, что развал России начнется с так называемых национальных республик. Мы уже вспоминали Бурятия и все остальные. Это заблуждение. Опять же, вспоминаем Советский Союз, когда такие регионы, как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, даже не помышляли о своей независимости. Им фактически это упало с небес на голову. И они уже дальше строили свою государственность. Началось все с регионов близких территориально к Москве, с национальных республик тогда, с советских республик, в первую очередь страны Балтии, ну и Украина, Беларусь вот оттуда, Беларусь. Так же и здесь. Скорее всего, наиболее большие точки разлома, где это начнется, это Кавказ. Несмотря на то, что это маленькие регионы, они помнят о своей независимости, ее хотят и готовы за нее бороться. В принципе, этого достаточно для того, чтобы этот процесс начался. Но к нему, скорее всего, то, что мы видим и оцениваем, присоединятся не к так называемой национальной республике, а, как они это любят говорить, исконно русские территории. Хотя к России они не имеют никакого отношения. Это Урал и Сибирь. Урал, Сибирь, возможно, Карелия и даже Калининград. Несмотря на то, что там национальности превалируют русские, условно русские, но с точки зрения идентичности, это не всем русские, у них абсолютно своя идентичность. Более того, с учетом уровня развития образованности, они понимают, осознают, что вся экономическая база метрополии кроется на их территории, а почему-то живут за этот счет, почему-то Москва. Да, точно так же, как и, например, Якутия, которая является, по большому счету, сырьевым придатком для Москвы и могла бы довольно неплохо зажить, если бы деньги, которые зарабатываются из якутских недр, оставались в Якутии. Олег, спасибо вам большое. Слегом Дунда и Гавриле о будущем России. Субтитры сделал DimaTorzok